здравствуйте еще раз я вам конечно уже пообещала что с вами прощаюсь и на этом и на этом заканчивается приключение с элвисом пресли но я вам честно скажу вот уже по дороге домой все-таки развернулись и приехали сюда еще раз вот просто посмотреть встретили женщину которая здесь живет когда ей было 17 лет она видела элвиса она говорит мы были молодыми мы были свободными неспокойными пред специально красили губы красной помадой чтобы успеть побыстрее прыгнуть на элвиса его поцеловать он был очень популярен уже в то время на то время обычный солдат зарабатывал около 70 долларов но элвис 23 года уже продавал пластинки на сумму если я не ошибаюсь 400 тысяч долларов в месяц то есть в 23 года настолько был он популярен уже популярен во всем мире я остановила эту даму и задала и вопрос живете ли вы здесь ну вот так вот мы начали с ней разговаривать я и говорю почему вот мне сказали другие туристы которые у меня за спиной стояли когда я видео делала мы до этого с ними общались они мне сказали вот дети не хотят дети не хотят никого впускать это то что мне сказали то что я вам видео передала но на самом деле это не так и вот я все-таки не удержалась и думаю вот сейчас сделаю еще одно видео и расскажу так как рассказала вот соседка та которая там стоит видите в белом женщина здесь живет дама которой уже далеко за 80 лет она наотрез отказывается кого-либо здесь принимать ни за какие деньги никого не впускает в этот дом то есть не ее дети а лично она у нее до сих пор хранится контракт который тогда подписал элвис чтобы арендовать здесь жилую площадь у нее в доме у нее все это есть но она хочет спокойствие и фанаты элвиса они очень разные кто-то спрашивает кто-то предлагает деньги чтобы в дом войти а кто-то просто это просто бросается на вот этот вот забор потому что потому что с той стороны есть тоже как бы фотографии вот пресцила приезжала пресцила с элвисом вот как они на это все те же ворота это тот же вот бетон вот как они вот только там где сейчас стоит моя малышка вот там есть фотография пресцила пресли и элвис пресли вместе но в общем дама очень принципиальная ей это все надоело и она сказала нет никто в дом не войдет специально дом не украшен цветами чтобы изначально было видно вот не хочу сказать не дружелюбия но вот я например успокоиться не могу я все-таки считаю что какая-то частичка культуры истории эпохи просто теряется ей вот на самом-то деле она счастливчик по жизни но вот почему-то так ушла в отшельники на нашем языке и вот мэру города удалось ее уговорить была годовщина здесь какая-то и приехала пресцила и мэр города уговорил хозяйку этого дома принять лично у нее пресцилу но в итоге пресцила опоздала что сделала хозяйка дома ее не впустила это конечно немецкая пунктуальность вот сейчас уже я не знаю сколько наверно наверно двадцать ноль ноль восемь или пол девятого вечера люди не перестают сюда приходить приходят фотографируются все идут с навигацией у всех навигатор разговаривает вы достигли своей цели потому что вот я честно скажу вам я рада что я вернулась я рада что я все-таки вот от местной жительницы узнала эту историю потому что я сказала вы меня простите за такой вот вопрос но почему этот дом выглядит так ужасно почему у соседей есть элементарные цветы какие-то признаки что там кто-то живет и почему дети этого не хотят почему они это не продадут и она вот тогда на мне рассказала эту историю и она сказала что у этой женщины есть сын но сын переехал ему это тоже было все слишком весело поэтому сын сказал нет хочу спокойной жизни все уехал мы конечно уже сделали пару фотографий сидя на этом заборе дотронулись до этой бетонной стены за которую держалась пресцилла пресли а вот когда три года назад мы были в мемфисе в грейсланд так называется вилла где они жили пресцилла тоже приезжала но она приезжала с визитом в отель а не в сам дом я сейчас как будто вот перенеслась в то время три года назад вспоминаю все больше и больше америку что я тогда там видела смотрю как здесь люди радуются со всех уголков даже американцы сюда приезжают вот казалось бы да два раза в год собираются фанаты элвиса на большой праздник 8 января отмечается его день рождения ну вот у нас получается здесь в этом городе батна у хайм есть два пункта где был элвис этот дом где он в основном жил и тот отель который я вам показывала где он жил около четырех месяцев 8 января и 16 августа он умер поэтому всегда выходные которые выпадают ближе к этой дате тогда здесь тоже проводится фестиваль помимо этих двух дат весь город все равно украшен символикой элвиса в каждом магазине играет музыка элвиса наклейки и даже светофоры вот совсем забыла для вас сделать видео у них светофоры пишу на пешеходных переходах на которых изображен элвис я не буду обещать но постараюсь найти фотографии из америки и сделать для вас слайд-шоу то что я видела в грейсленде то что я видела в мемфисе тогда это был 2018 год июнь-июль и глядя на все это честно вот мне захотелось в Америку опять элвису спасибо за то что вы с нами были спасибо всем за комментарии когда вы комментируете тогда я понимаю что вам это интересно я рада каждому комментарию каждому лайку каждому просмотру подписывайтесь на канал кто еще не подписался мы будем путешествовать вместе с вами а также когда мы бы работать вместе с на с вами в магазине в госларе продавать ведьмочек покупать ведьмочек и другие предметы интерьера но путешествовать будем сто процентов вы меня вдохновляете на путешествие поэтому постараюсь практически каждые выходные либо среди недели показывать вам новые города германии и не только германии всей европы всем спасибо за внимание хорошего вечера пока